Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работы Динары Сартаева. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем только о главном. Семья из семи человек вынуждена жить в заброшенной многоэтажке. Мужчина, который на прошлой неделе совершил зверское преступление в Тимиртау, дал показания. Карагандинский Тимоти Ромео сравнил известную народную артистку Нагиму Искалиеву со старой Джульеттой. Семья из семи человек вынуждена жить в заброшенной многоэтажке в поселке Уштубе. К тому же дом еще в 2002 году был признан аварийным и в любую минуту может обрушиться. Люди не раз обращались за помощью в Акимат города, но ее им никто так и не оказал. Репортаж Марка Брюшко. Пустые оконные проемы, обшарпанные стены и отсутствие коммуникаций. Семья из семи человек уже несколько месяцев живет в таких условиях. Айнагуль Арикбековой удалось провести в свою нынешнюю квартиру свет, а вот за водой снова и снова приходится идти к соседям, живущим неподалеку. Люди помогают, сочувствующие покачивая головой. Они понимают, что в таких условиях жить просто невозможно. Беды, свалившиеся на голову Айнагуль Арикбековой, начались более 10 лет назад. В 1997 году молодая семья приобрела квартиру в поселке Уштабе. Спустя три года местные власти признали этот дом аварийным. Тогда молодым людям нашли новое жилье в Майкудуке. А спустя четыре года объявились старые хозяева квартиры. По словам многострадальной женщины, в Акимате развели руками и снова выселили семью, уже на улицу. С прошлого года мы обращались во всевозможные инстанции с просьбой предоставить квартиру. Наступили холода, а для того, чтобы греться, мы вынуждены покупать уголь и растапливать печь. Наша семья не ощущает помощи со стороны государства. За пятерых детей я получаю пособие в 6 тысяч. Разве можно на это прожить? Оказавшись в столь затруднительном положении, людям ничего не оставалось, как найти съемную квартиру. С 2004 по нынешний год семья переселялась с одной квартиры в другую. Все они находились в разных частях города, что существенно затрудняло переезды. Я и мои дети сейчас прописаны у моих родителей в Караганде. До 2010 года мы не могли встать в очередь на получение жилья. У нас требовали прописку. Ну как я могла где-нибудь прописаться, когда постоянно переезжала с места на место? В 2010 году Аймагуль Арикбекову после обращения в Акимат включили в очередь на получение жилья. Тогда она была 4387. Спустя три года очередь сдвинулась всего на 74 пункта. В Акимате города Караганды отвечает, что ничем помочь не могут. Придется ждать своей очереди. В настоящее время действующим законодательством предусмотрено только первоочередное право детям-сиротам и участникам Великой Отчетственной войны. Данной гражданке будет жилье предоставляться из госжилфонда в порядке очередности, то есть согласно действующему законодательству. Муж Аймагуль Арикбековой разнорабочий. Она сама находится в отпуске по уходу за детьми. Их у нее пятеро. Когда у семьи закончились средства к существованию, ей пришлось уехать обратно в Уштабе и поселиться в том самом аварийном доме. Вся проблема в том, что другие жильцы давно покинули пятиэтажку. Я часто вижу по телевизору, как по программе «Доступное жилье 2020» квартиру получают спортсмены. Вот зачем Серику Сапиеву квартира и деньги? У него и так все есть. Неужели нельзя помогать нуждающимся, как мы? Женщина неоднократно обращалась в Акимат и даже участвовала в круглом столе партии «Нуратан», проходившем в столице. Но мольбы о помощи не были услышаны, как будто проблемы никогда и не существовало. Двоим старшим детям помогает администрация школы, в которой они учатся. Им бесплатно предоставляют учебники и кормят в столовой. Телеканал «Первый Карагандинский» будет и дальше следить за сложившейся ситуацией и информировать вас о последних изменениях в деле Айнагуль Арикбековой. Мужчина, который на прошлой неделе совершил зверское преступление в Тимиртау, убил свою сожительницу и расчленил тело, дал показания. Убийца рассказал правоохранительным органам, как это было. Напомним, что 30 ноября сотрудники криминальной полиции заметили странного мужчину, который нес пакет в руках и оглядывался по сторонам. Остановив его, полицейские увидели страшную картину. В пакете были части человеческого тела. Как позже выяснилось, 32-летний житель Тимиртау Виктор Павлов убил свою 53-летнюю сожительницу. За выпивкой они поссорились, после чего мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений в грудь. Далее, чтобы скрыть следы жестокого преступления, убийца в течение недели отрезал куски от тела и выбрасывал. Части тела несчастной женщины разбросаны по всему району. Уже заведено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Мужчина рассказывает, как он совершил это зверское преступление. Она наклоняется, умывается. Я слой был со психом, еще пьяный. Перенезаю иглу в кровь стекла, переворачиваю ее, надрезаю голову в пакет. Потом сверху мусором закидал в туалете. Хладнокровно рассказывая, как он расправился с жертвой, обвиняемый жалеет осадейным. До такого поступка она довела его своей ревностью. Сама довела. А подробнее? Своей ревностью. Она у меня старшая на 20 лет. А у меня молодые появились. Ходила, психовала, всякую гадость наговаривала. Но вы жалеете об этом? Конечно. Правоохранительные органы полностью подтвердили данный факт убийства. Установлен был труп, расчлененный данной гражданки. Нашли мы в городской свалке за городом Тимирто. Амина Смакова, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Более 34 миллионов тенге в течение года похитила бухгалтер-кассир акционерного общества Тимирбанк, используя свое служебное положение. Сауле Бекинжеевой миллионером стать не пришлось. Суд района имени Казбекби города Караганды вынес строгий, но справедливый приговор. Реальное лишение свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с конфискацией личного имущества. Хищение в особо крупном размере относится к категории тяжких преступлений. Обогащение без проблем, как считала Саулея Бекинжеева, обернулось для нее полным жизненным крахом. Тщательно продуманная схема изъятия денег дала сбой, хотя с июля по октябрь 2012 года исправно приносила криминальный доход. Так, работая с 31 июля 2008 года по 20 октября 2012 года, Бекинжеева из полученных ею под отчет денежных средств похитила веренные денежные средства банка со счета расчета по платежным карточкам физических лиц резидентов по посттерминалу путем создания несанкционированных расходных кассовых ордеров по выдаче наличных денег. Сотрудники департамента финансовой полиции в сентябре этого года установили факт реализации на одном из рынков города семечек контрафактного производства и канал поставки данного товара из города Астаны. Контрафактные семечки под торговой маркой «Джин» с признаками подделки реализовывались карагандинцем Юсуповым в одном из бутиков оптового рынка города. Товар он приобретал у гражданина Насырова, который в течение четырех месяцев занимался доставкой этой продукции из Астаны в Караганду. Товар реализовывался на 12% дешевле рыночной стоимости. В ходе следственных мероприятий было изъято более 14,5 тысяч упаковок данной контрафактной продукции на общую сумму более 1,7 млн тенге. В настоящее время в отношении Юсупова и Насырова возбуждены уголовные дела по факту реализации контрафактной продукции. Другим темам. В Караганде открыли новую автодорогу, которая соединит улицу Кривогуза в Михайловке с улицы Ержанова. На строительство было выделено 635 млн тенге. Подробности в следующем сюжете. Глава Карагандинской области Бауржан Абдишев на днях открыл новую автодорогу. Это событие в нашем городе ждали давно. Теперь современная дорога будет способствовать разгрузке центральных улиц города, уменьшению транспортных заторов в час пик. Вы знаете, что в этом году у нас наведена очень большая работа. Более 140-50 км дорог мы ремонтировали на сумму более 25 млн тенге. Это, конечно, очень большая работа. Тем поручением, которым выполняются данные главы государства, это большая заслуга всей тех, которые здесь стоят. Новая автодорога имеет трёхслойное асфальтобетонное покрытие. На её строительство было выделено 635 млн тенге. В ночное время она будет освещаться светодиодными и энергосберегающими фонарями, что улучшит видимость водителям автотранспорта. Между тем оборудован тротуар. Для безопасности пешеходов вдоль дороги установлены ограждения. Кроме того, имеется подземный переход и тоннель для детской железной дороги. Николай Кровец, Кабиден Курушпеков, 1-й Карагандинский. 90-летие народного писателя Казахстана Тахауи Ахтанова отметили в городской библиотеке имени Мухтара Ауэзова. В филиале номер 6 в библиотеке была организована выставка произведений поэта, драматурга и прозаика классика казахской литературы Тахуи Ахтанова. Человеческая память порой непредсказуема. Она запоминает, казалось бы, малозначимые детали. Но, занимая определенное место в истории того или иного народа, человек проявляется именно через эти детали. Из автобиерафических событий изложили образ Тахуи Ахтанова ребята из Карагандинского колледжа искусств имени Татимбета в своей инсценировке. Основная цель проведения мероприятия – это знакомство с его творчеством, с его биографией и основными его работами, которые на книжной выставке у нас даются основные его работы. И пройдет обзор литературы у книжной выставки. Тахуи Ахтанов родился в 25 октября 1923 года в Актюбинской области Шалкарского района в селе Шатыргыс. Со второго курса Казахско-педагогического института имени Абая он добровольцем отправился на войну. После окончания Великой Отечественной войны работал в киностудии «Казахфильм». Был редактором журналов «Эдибиэджине Энер Жулдыс», секретарем Союза писателей Казахстана. Его первые стихи были опубликованы во фронтовых газетах. За повесть «Адала Сары» был награжден государственной премией имени Абая. Его романами зачитываются до сих пор. Его произведения переведены на многие языки мира. Драматургия Тахауи Ахтанова не сходила с подмозгов многих театров страны и за рубежом. Его переводами Алексея Толстого и Максима Горького на казахский язык восхищаются и сегодня. Тахуи Ахтанов награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, Знак Почеты и многими-многими медалями. Но главная его награда – это книги, которые читает молодежь и ищет в них ответы на многие вопросы современного бытия. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Тревел-мания и пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. ТО «Возрождение 21 век» реализует для фермерских хозяйств и населения гусей. Родительское стадо породы линдовской и губернаторской. А также к рождественским и новогодним праздникам реализуют мясо гуся, утки и индейки. Оптом и в розницу по цене производителя. Телефон 32 0026 и 837-322-99-99. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспорт на визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Накануне дня первого президента Аким области пришел на встречу с учениками Назарбаев интеллектуальной школы. Ему пришлось отвечать на различные вопросы школьников. Вопросы были самые разные. Один ученик отличился. Поинтересовавшись у главы области, мечтал ли он занять такую должность. Не мечтал. Я вообще мечтал быть директором завода. Другая школьница спросила, удается ли при таком плотном графике уделять время семье. Все знают, что Аким это очень занятая профессия. И вот как вы распределяете свое время, чтобы не забывать о близких людях, в то же время и работать? На этот вопрос Боржан Апдишев ответил довольно патриотично. Ты принадлежишь государству. Ты принадлежишь тому обществу, где ты находишься. Своеобразная викторина завершилась благополучно. Ученикам было приятно и лестно, что глава области ответил на все интересующие их вопросы в простом разговорном стиле. Амина Смакова, Габиен Гружбеков, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Карагандинский Тимоти Ромео сравнил известную народную артистку Казахстана Нагиму Искалиеву со старой Джульеттой из примадуной российской эстрады Аллы Пугачевой. В честь этого он даже сочинил песню, которая сегодня набирает большую популярность в интернете. Возник конфликт. Когда и по какой причине узнавал Николай Кровец. Привет, моя девочка, как ты там без меня? Скоро я приеду к тебе. Хочу обнять сильно я тебя. Смотря в твои глаза, открыть тебя один секрет. Этот молодой парень из шахтерской столицы по прозвищу Ромео два года назад принимал участие в отборочном туре музыкального проекта «Х-фактор», который проходил в Караганде. Исполнив одну из песен собственного сочинения, он заметил, как над ним стали смеяться представители жюри. Особенно ему не понравилась народная артистка страны Нагима Искалиева. Ты сам-то понял, что за спец. Кстати, на каком сейчас было это языке? Песня. Да ну, м***ь. Если они такие жюри, прям такие профессиональные, да, певцы, приходишь, они просто смеются, короче, и просто говорят «нет». А гораздо было бы как бы профессионально, если бы они там говорили ошибки певца, что ему нужно сделать, чтобы он потом пришел, как бы уже знал свои ошибки и пел. Они же себя называют певцами такими, но из себя строить таких, знаете, это уже некрасиво. Ну как она народная артистка Казахстана, она начала нецензурные слова проявлять. И как бы это уже некрасиво для нее, тем более она взрослая женщина. У меня нет как бы на нее обиды, но просто мне обидно за других участников. Опять же, то, что они приезжают из других городов, а им просто говорят «нет», и как бы даже не говорят, почему, как, что тебе надо сделать, чтобы там исправить свой голос. В ответ на такое неприятное общение жюри с участниками проекта, Ромео записал аналог на известную песню Тимати «Ты кто такой? Давай до свидания», где сравнил Нагиму Искалиеву со старой Джульеттой и с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Его музыкальная композиция в интернете набирает большую популярность. Несмотря на то, что его выступления прокритиковали представители жюри «Х-фактора», Ромео все равно продолжает записывать новые песни и выкладывать их в интернете. В будущем молодой певец из Караганды планирует продолжать записывать свои песни, а также найти хорошего продюсера. Если я буду выпускать альбом, то я полностью покажу в этом альбоме свой стиль. Сейчас же я делаю другую немножко музыку. Как бы это не мой стиль, но как бы я делаю разную музыку, чтобы она всем нравилась. Слушай, самое главное, ты раскачал. Всем пить! Не поняла. Дата тебе наше нет! Спасибо. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Кайрат Рашитов, Первый Карагандинский. Национальный банк нашей страны напоминает, что с 31 декабря нынешнего года заканчивается период использования денег старого образца. Пока нововведения коснулись только номинала 5000 сенге, которые были выпущены в обращении в 2006 и 2011 годах. Согласно постановлению Управления Национального банка страны, с 1 января до 31 декабря 2014 года банки второго уровня принимают и обменивают денежные знаки старого образца номиналом 5000 сенге. Филиалы этого банка планируют производить прием купюр до 31 декабря 2017 года. Нет такого, что единовременно эти деньги изымаются с обращения. Для простого населения это просто проходит безболезненно. Ежедневно эти деньги просто будут изыматься банками второго уровня и сдаваться в филиалы Национального банка. Поводов для беспокойства абсолютно нет. Этот процесс такой поступательный. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаюсь. Сауболнсдар. Субтитры создавал DimaTorzok